В Украине сейчас проходит мобилизация, людей тупо вяжут прямо на улице, в барах вылавливать, на рабочих местах ломают руки, тащат прямиком сразу на фронт. Это, как вы понимаете, происходит в свободной демократичной стране. Украинцам внушали 8 лет, что они щит Европы, и вот наглядно, что означает фраза «щит Европы». При этом дети, жены, родственники чиновников, близкие друзья чиновников, друзья друзей, друзья друзей, друзей чиновников от призыва освобождены. А защищать отправляют вот таких вот бедолаг, у которых на голове уже и волос-то, кроме сидых, никаких не осталось. Вот такая вот демократия. Тут я не могу не вставить цитату друга Борейка, который наживается на всей этой истории, буквально пропагандирует рабство. На следующий день после нашей победы будет открыт новый фронт. Это фронт борьбы с коррупцией. Я очень даже боюсь, чтобы этот фронт не открылся раньше нашей победы. Свободные люди, радуйтесь, демократия против империи, там орков, колониальный гнёт, щит Европы, дорога в НАТО, защитники ЗСУ и так далее. Вы же не рабы должны радоваться. Чё вот не рады происходящего? Надо, блин, искренне радоваться. Про коррупцию только не смейте заикаться, потому что вам нужно воевать с орками. А коррупцию ставьте с вашим святым эльфом-руководителем. И тут я вспомнил слова Армашки Шураева, ещё один коллаборант, который кричал, что все украинцы как один должны умереть за свою землю Днепр. И что-то ещё какой-то бред нёс. Украинцы знают, за что будут воевать. Они будут воевать за свою ныню. Они будут воевать за свои луга и поля, за свои дома, за свою прекрасную реку Днепр. Но проблема в чём? Согласно закону, принятому в 2020 году, государственные земли сельхозназначения, те самые луга, поля, про которые Армашка пел, их решили продать. То есть раньше это как бы и так украинцам в принципе не принадлежало. То есть сейчас это всё можно вообще продать смело. И как раз в 2022 году должны были ещё провести референдум, чтобы этого можно было продать иностранцам. Хотя и сейчас можно продавать и покупать спокойно. Но благодаря войне, прям вот так открыто, иностранцам ещё не продают. Так что нет плохого, нет хорошего без плохого. Да не знаю как. Так что из всех мотивашек получается земля, луга, Днепр и так далее. Это всё можно исключить. И остались только святые эльфы, которые ведут войну против ужасных орков. Других мотиваций в принципе не осталось. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой частный телеграм-канал. Ваша поддержка нам очень нужна. Всем удачи, друзья. И берегите себя.